Последняя неделя декабря пора подведения итогов. Год был насыщенным на события. В стране продолжились масштабные политические и экономические реформы по инициативе главы государства. Какие решения были приняты президентом? Что сделано? На эти и другие вопросы специально для агентства Казинформа ответил советник, пресс-секретарь президента Берек Вали. Новая экономическая модель, основанная на справедливости, улучшении качества жизни населения, установлении верховенства закона и порядка в обществе. Такой курс развития Казахстана взял президент Токаев с первых дней. Планы на ближайшее будущее закреплены принятием важных законов. В уходящем 2023 году глава государства подписал 98 законов, 344 указа и 91 распоряжение. Что они значат в нашей жизни, мы понимаем через простые доходчивые решения. Например, закон о возврате незаконно приобретенных активов, благодаря которому в бюджет возвращено порядка 1 триллиона тенье. Или инициатива нацфонд детям, который значит, что уже через несколько дней, с 1 января, каждый ребенок своему 18-летию получит инвест-доход из нацфонда. Нельзя не упомянуть и об указе о плане действий в области прав человека и верховенства закона. Это усиление гендерного равенства, борьба с бытовым насилием, предотвращение пыток и жесткого обращения. Ведь именно с такими запросами граждане пишут президенту. К слову, только за этот год канцелярия Акурды рассмотрела больше 53 тысяч обращений. Следит Касамжумар Тукаев и за резонансными случаями в социальных сетях. Так глава государства взял под личный контроль убийство пятилетней девочки в Туркестане и салтанат Нукеновой в Астане. Впрочем, реформы в обществе были бы невозможны без повышения и благосостояния народа. Понимая это, глава государства еще в 2020 году инициировал ежегодное повышение зарплат педагогов на 25%. И уже в этом году их должностной оклад вырос на 100%. Коснулось повышения и воспитателей дошкольных учреждений, преподавателей и профессоров вузов, и даже студентов, магистрантов и докторантов. В этом году Касамжумар Тукаев посетил 14 регионов страны. Но были поводы и чрезвычайные. Например, во время пожара в области Абай, когда глава государства отложил официальный визит во Вьетнам и направился в зону ЧАЭС. Такая же незапланированная поездка состоялась во время аварии на шахте в Карагандинской области, где теперь сменился инвестор. Что касается инвестиций, то на сегодня они привлекаются и в обрабатывающую промышленность, IT-отрасль, а также несырьевой сектор. Так, по итогам первого полугодия в казахстанскую экономику было привлечено больше 13 миллиардов долларов. Удается это благодаря максимально комфортным условиям для инвесторов и потенциалу страны. А для контроля надлежащей реализации инвестпроектов указом президента был создан инвестиционный штаб. Тем временем привлечение таких инвесторов в страну проводится во время международных встреч президента. К примеру, в этом году Касамжамар Тукаев провел 268 международных мероприятий. В том числе совершил 19 зарубежных визитов, принял участие в 27 международных форумах и саммитах, встретился с 30 главами различных государств. Именно на таких мероприятиях принимаются важнейшие геополитические решения и подписываются капиталоемкие соглашения. Особенное внимание президент уделяет сохранению лидерства в Центрально-Азиатском регионе и развитию Казахстана как транспортно-логистического хаба. В этом направлении сделано немало. В китайском порту Ленинган создан Казахстанско-Китайский логистический центр, запущенный сухой порт Харгос и транзитная магистраль Западная Европа-Западный Китай. Проложен новый железнодорожный коридор из Китая в Иран. Строятся новые ЖД-маршруты на западе и юге страны. Кунсая Курмет, Аслабек Куспанов, Жбек Жолы.